Пока миллионером не станете, отсюда не уйдете. Если у кого-то что-то получилось, любой человек может. Но если у кого-то нет, не надо брать пример от неудачников. Не надо сказать, о, тот человек попитался, у него не получилось, давай я это не буду делать. Нет, нельзя так делать себя примером людей, у которого не получается. Говорю, наставник, я так хочу. Говорю, нет, ты, если что-то будешь делать, создашь только проблему. Давай ничего не делай. Я убежден, что любому человеку, у которого есть желание и готов бороться, можно научить. Зачем иметь деньги, если потом дети будут не те дети, поэтому вот такое. Нужно так стратегию разработать, так систему создавать, которая саморазвивающая система без вас. Жена должна учиться, чтобы воспитать детей. Тебе не надо женой бизнесом заниматься, она должна понять тебя. Иногда ты должен набрать терпение, чтобы сознание созревало. Я попробую объяснить вам те скреты, которые помогли мне. Эта стратегия очень хорошо работала, доказала свою правдивость и так далее. Первая моя фишка, что мне помогала в жизни, это стратегия, которую я выбирал. Это очень хорошо работало. Она дала эффективность и так далее. Как? Стратегия, которую я использую, она такова. Я всегда сначала одну, что-то либо делаю своими деньгами. Если вы помните, первый парфюмерный магазин я делал своими деньгами, вторыми тоже. То есть получается, что что-то одно я всегда делаю своими деньгами. Почему? Своими деньгами. Чтобы вот эти шести показатели проверить. Помните шесть показателей? Продукт надо проверить. Идею надо проверить. Команду надо адаптировать. Себя надо проверить. Рынок надо готовить. Еще что? Систему надо готовить. Если это шести вещей, когда она готова, эта стратегия во многих моих бизнесах работала. Значит, первое, своими что? Деньгами. Своими деньгами. Открывайте одну, неважно, это магазин, кафе, ресторан, один блок строительства или что хотите. Делайте этого, но своими деньгами попробуйте делать это. Чтобы полностью вот эти шести показатели пройти, вам нужно полностью этот путь пройти, попробовать, убедиться, ошибки и так далее. А потом почитайте все ошибки, исправьте эти ошибки, оставьте то, что работает. То есть, получала стратегия такова. Одну я делаю своими деньгами, теперь потом привлекаю партнеров, делаю 10 раз это больше. А потом найду партнеров, которые 100 раз больше. Делаешь одно, пройдешь все, команда пройдет все, система наладишь, учитываешь все минусы, усиливаешь плюсы. Отказываешься от того, что не работает, фокусируешься на то, что хорошо работает, приведешь его на уровне стандарта. Когда ты его приведешь на уровне стандарта, а потом распиши полный план реализации и подтяни обязательно людей, которые больше денег, чем у тебя, и ценности похожи на тебя. Есть люди, которые у них денег есть, но ценности не похожи на тебя, с такими людьми лучше не работать. С такими людьми не стоит работать. Если ценность не похожа на вас, не надо работать. Партнеров выбирайте не по цели. У многих людей цель зарабатывать деньги. Не надо выбрать людей по цели, выбирайте по ценности. Первая моя фишка, это моя стратегия. Я просто это хорошо понял. Сначала делай один сам, своими деньгами, все шести показатели пройди. Когда все ты адаптировал, тогда ты можешь спокойно, уверенно подтянуть людей, десятикратно увеличивай. А когда ты это сделал, внимание, обратите, когда ты это сделал, ты должен найти еще людей, которые более сильнее тебя и стократно увеличивают. Это очень важно. Вы будете жить до тех пор, пока вы расширяетесь. Но видите, когда-то кто-то же впервые космос полетил, правда? Когда кто-то же впервые что-то делал. Поэтому если у кого-то что-то получилось, любой человек может. Но если у кого-то нет, не надо брать пример от неудачников. Не надо сказать, о, тот человек попитался, у него не получилось, давай я это не буду делать. Нет, нельзя так делать себя примером людей, у которого не получается. Нельзя так делать. Пожалуйста, попробуйте практиковать эту стратегию. Я его сейчас практикую во многих направлениях в своих бизнесах. Во многих. И она идеально работает. То же самое, даже эту стратегию начали использовать, как вырастить миллионеров. Один раз я хорошо научился, как вырастить миллионера. И теперь я понял. Просто самое главное, что у человека, у которого есть хватка, у него есть дух, у него есть, можно сказать, психологический настрой. Остальной навык я его научу. Вторая важная вещь – это бизнес-модель. Многие мои ученики, которые стали миллионерами, почти 90% из них я разработал им бизнес-модель. Разный бизнес требует разный бизнес-модель. Когда я это заметил, я понял, три вещи никто не может копировать. Пожалуйста, запомните их, потому что это основной капитал. Три вещи, которые никогда, ни у кого не получается копировать. Давайте посмотрим Кока-Кола или посмотрим Макдональдс или посмотрим Сникерс. А почему? Я однажды спросил у одного исполнительного директора КФС. Он там работал почти 8 лет. Он ушел оттуда. Я спросил, почему ты ушел? Он сказал, теперь я хочу открыть свое. Я говорю, ну ладно. Через два года я смотрю, он так и ничего не мог делать. Открывает, закрывает, открывает, закрывает. В 8 лет были исполнительным директором КФС. Я сказал, почему у тебя не получается? Он говорит, не знаю. Странно, не работает. Хотя там он знал все. Хотя он управлял там все. Я тогда задумался и нашел эти скрытия. Их три. Три вещи никто не мог копировать. Первый, стратегия на длительный период. Если у вас стратегия, гибкая стратегия, на 15-20 лет, его никто копировать не мог. Потому что большинство людей, которые короткими руками работают, копируя кого-то, копируя кого-то, они далеко не пойдут. Стратегия на 15-20 лет, никто не хочет 20 лет пахать. Просто даже если мысли о 20 лет, они говорят, а это долго. Они автоматом отказывают от этой идеи. Если у вас будут стратегии на 15-20 лет, играйте на длительный период. Вы всегда будете в выигрыше. Запомните, пожалуйста. Второй, гибкий бизнес-модель. Бизнес-модель можно корректировать? Да, конечно, можно. Нужно корректировать. Вот это очень-очень-очень важная вещь. Гибкий бизнес-модель. Третья вещь, которую никто не мог копировать, это ваши мозги. Если вы беспрерывно будете учиться, если вы беспрерывно будете развиваться, вас никто не мог копировать. Просто не успеет. Хочу, чтобы вы знали. Просто не успеет. Это раз. Во-вторых, ваш ум. Это крутая вещь. Вас могут обойти конкуренты только в том случае, если вы перестанете сами развиваться. Если вы перестанете учиться, тогда, соответственно, они обойдут вас. Но если вы постоянно будете развивать свой ум, никто не может вас обогонять. Потому что вы единственное, кого должны обойти, это самого себя. Кто вы были год назад и сейчас. Кто вы были год назад и сейчас. Единственное, с кем надо себя сравнивать, это самим собой. И единственное, кому надо стремиться, тот человек, который вы мечтаете стать. И самое важное, разработать такой бизнес-модель, которой большинство людей в ближайшие 3-5 лет будут к этому прийти. То есть мы должны сейчас думать, куда придут люди через 10 лет, через 5 лет, через 8 лет. Вот это очень тонкий момент. И разработать такой бизнес-модель, который им будет удобно, чтобы они выбрали нас на рынке, потому что конкуренция большая. На рынке аналогичный продукт все равно есть, похоже, то, что вы продаете. Если вы продаете продукты питания, то, что вы продаете в этом магазине, в соседнем магазине, тоже есть. Если вы строите квартиры, дома, похоже, все равно строят ваши конкуренты. Согласны? Если вы продаете одежду, плюс-минус, там, не знаю, тикан похожий, или пуговицы похожи, или дизайн похожий, плюс-минус все равно соседи строят. Если вы, не знаю, что делаете вы, конфеты производите, колбаса производите, ферма держит, мясо продавит. Похоже, плюс-минус соседи делают то же самое. Следующая вещь – это сильная команда. Моя сильная сторона – это создать сильную команду. Вот это я хорошо научился делать. Без команды далеко не пойдешь. Нужно уметь создать команду. В своих тренингах я всегда говорю, бизнес начинается с бухгальтера, команда начинается с HR. Я вам много раз говорил. Много людей приходят, мне говорят, ученики. Например, когда я прихожу упорядочить бизнес, я первым делом упорядочу маркетинг, чтобы деньги появились. Потому что если денег будет, появится возможность нанимать лучших кадров. Наймите тех, кто способен это обеспечить, способен это делать и так далее. Первым делом, то есть второй шаг – наймите сильного HR, который поможет вам хорошую команду набрать. Те люди, которые вам нужны и так далее. И третий блок – я привожу в порядок финансы. Вот пошагово, вот это все делая, 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 очень много бизнес-свех учеников мы превращали в миллионные компании. Но самая большая проблема была в чем, что когда ко мне приходили ученики учиться и так далее, я заметил, что он сам не готов. Он сам не готов расти, он сам не готов расширяться, он сам, его масштаб мышления ограничен. Поэтому некоторым ученикам я просто всегда смотрю, говорю, полгода будешь тупо ходить, ничего не делать. Он говорит, наставник, я так хочу, говорю, нет, если что-то будешь делать, создашь только проблему, давай ничего не делай. Я некоторым так говорю, просто давай, знай так, ничего не делай. А он говорит, почему? Я говорю, просто потом поймешь, давай просто поверь моим опытам. Потому что я знаю, что если что-то будет он делать, единственное, что он делает, создаст новые проблемы, которые его назад бросают. Иногда ты должен набрать терпение, чтобы сознание созревало. Оно должно созревать. Тогда ты будешь делать правильные вещи. Так что не торопись. Куда ты торопишься? Не торопись. Если чувствуешь, что не знаешь, что быть, да не бойся, это нормальный этап, ты должен созреть. Лучше успокойся. Лучше успокойся. Не бегай налево, направо. Лучше успокойся. Вода. Стратегия вода. Вода имеет очень интересную стратегию. Если вы заметили, вода, когда течет, сталкивается с барьером, с препятствием. Что делает вода? Вода попытается обойти. А если не может обойти, успокаивается, набирает мощь. Кто понял? Да. 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 А потом стреляет любую дамбу. Вы согласны? Я долго наблюдал на эти. Вся моя мудрость взята от примера, потом от природы, потому что однажды прочитал, не помню, Тафсир Корана, какой-то суре, там было сказано, мы создали этот мир для вас примером. Я думал, ух ты, на все мои вопросы, значит, ответы о свете мире. И я начал просто внимательным быть, наблюдательным быть. Главное, плюс чего я очень хочу, чтобы вы поняли, нужно так стратегию разработать, так систему создавать, которая саморазвивающая система без вас. Вы должны стать платформой для реализации крутых ребят. Талантливых, креативных, можно сказать, амбициозных. Уберите потолок и скажите, пожалуйста, площадка твоя, покажи себя и, пожалуйста, зарабатывай, а я тебе буду помощником. Я всегда всем своим командам говорю, эй, ребята, я не начальник, я наставник, всего лишь и помощник. Я хочу помочь вам, чтобы вы достигли большего. Вот и все. И третий важный вещь, третий важный вещь, для того, чтобы у вас была крутая команда и так далее, будьте благодарны. Сильные люди, они очень хотят, чтобы вы снили их, они очень хотят, чтобы вы уважали их. Если вы платите даже хорошие деньги, но вы неблагодарный человек, если вы даже хорошо платите, хорошие возможности создадите, но вы не сценили их, они уйдут. Они говорят, да зачем мне это надо, извини, они уйдут, потому что они любят, чтобы их снили, их уважали, можно сказать, у вас должно быть какое-то духовное отношение к ним. Четвертая вещь. Создайте очень крутую возможность, чтобы уйти от вас, это было невыгодно. Создайте очень крутую возможность, чтобы работать с вами было выгодно, уйти от вас, это было очень невыгодно, чтобы человеку было выгодно оставаться с вами. В конце концов, запомните, сильный кадр, он уверен в себе. Так? Сильный кадр, он не хочет оставаться маленьким, он хочет расти. Так? Он хочет что? Расти. Делитесь с ними. Делитесь с ними. Так выгодно, почему бы нет? Делитесь с ними. Вы все деньги мира не зарабатываете. И даже если зарабатывают, все они вам не нужны. Работайте над созданием своего личного бренда. А что такое личный бренд? Это гарантия ваше имя, гарантия качества, гарантия, что любой человек, который с вами имеет отношения, чтобы он знал, этот человек меня никогда не подводит. Да, будут ошибки, будут недостатки, будут неудачи, но просто смиренно принимайте эти неудачи, но всегда выполняйте свои обязательства. Всегда выполняйте свои обязательства. Это очень важно. Не будьте лицемерим. В Коране приводится пример лицемеров по тремя показателями. Первый его показатель, что если он говорит, он врет. Второй, если он обещает, не выполняет. Третий, если вы дадите ему как аманат, он делает хьянат. То есть, если вы что-то доверились ему, он не оправдывает ваше доверие. Вы ему что-то давали, он либо не вернет вам то, что вы доверяли ему, или чего-то. Если вы хотите, что просто у вас был сильный личный бренд, пожалуйста, сделайте так, что ваши слова были сильнее, чем буква закона. Опирайтесь на справливости, тогда будет у вас супер имидж надежного партнера. Третья вещь, что я создал, делал для своего личного бренда, я просто как наставник всегда боролся результат своих учеников и относился как к своей судьбе. Я за каждые свои слушателями очень болеем, за каждые свои читателями очень болеем. Не всегда у меня время хватало с каждым из них посидеть, работать, но я знал, что я все равно я вкладываю максимум, к чему я способен и максимум, что у меня получается. А когда ты это делаешь на пределе максимум, люди все равно поймут. Максимум делайте для бизнеса, для партнерства, для своих, с кем вы работаете. Создайте хороший личный бренд, особенно для своих клиентов делайте все максимум. За предели свои вы не можете слетать, за предели это невозможно, но делайте максимум, к чему вы способны, потому что это ваша честность, это вдохновляет вас, вы перед своим совестным в ответе, не перед кого-то, не перед слушателем, не перед кого-то. Старайтесь делать максимум. А если иногда что-то по временам у вас не получится, ничего страшного, но вы постепенно найдите время и делайте этого. В нескольких селах мы привели питовую воду. То есть я выделяю. Я до сих пор лечу эконом-классы в самолете, ребята. Я однажды почитал, я однажды почитал, однажды почитал, больше 100 тысяч долларов у меня уходит разница бизнес-класс и эконом-класс. Я думал, я все равно лечу этот самолет, раньше меня все равно не долетит. И начал, потом я все эти деньги начал добавить на свои благотворительности, потому что это меня вдохновляет. Это радует. Правда. И вот это скрет моего успеха. Вы спрашивали, в чем скрет, я вам рассказываю, что вот это помогает мне. Однажды в Кыргызстане в 2013 году мы 176 тысяч человек, вы представляете? 176 тысяч выпускников, все 11-классников. Я ходил по всем районам, раздавал книги, мой гениальный ребенок бесплатно. Это школьники, они дети, понимаете, это как важно было это делать. Я стоил, думал, думал, как можно повелять на судьбу массового народа. Это был Байрам Курбан, я там стою на Курбан-намаз и мысль в голове, заканчивая свою книгу и сделай, чтобы она досталась многим людям. И почему-то мысль пришла, что вот это 11-классникам, а я это воспринимал как вынушение от Всевышнего и начали это делать. И верить или нет, в 2013 году у меня еще долги, денег еще много нет. Сюда ушло больше полмиллиона долларов. Откуда-то они появились. Это был октябрь месяц Байрам Курбан, до мая месяца мы занимались вот этим только. Мы работаем, работаем и ходим по районам, раздаем да вот им работаем, ходим там, а куча у меня команда этим занята и так далее. Но я верю, что если даже 10% этих детей изменят свою судьбу, это того стоит. Я учился 8 дипломов у меня и продолжается еще учиться. Феномен, который я разработал вот такого. Если вы хотите добиться больших результатов, это однодневные тренинги. Однодневные тренинги это то, что например в дальний момент как сегодня проходит. Потом есть двухдневные, трехдневные тренинги. Потом есть мастер-классы. Мастер-классы они для предпринимателей и это для лидерства компании и так далее. Рекомендую туда попасть. А потом есть основные мастер-классы, которые проходят 10 дней, 14 дней и так далее. А следующий ваш это годовое обучение для предпринимателей, это систематизация бизнеса. есть ли среди вас кто-то, кто учится у нас годовое обучение? Поднимите руки, пожалуйста, если кто-то есть. Или учился, или учится. Можете статься с места, пожалуйста? Вау! Эти ребята все учились у нас и учатся. Большое вам спасибо, что вы со мной, ребята. Спасибо за ваше доверие к нам и к нашей системе и так далее. Я очень благодарен вам. Спасибо. Спасибо, что вы со мной. Аллах вам здоровья. Вот следующая вещь это есть индивидуальное обучение и есть обучение для инвесторов. Правда, я программу обучения для инвесторов скоро запускаю. Я его еще не запустил. В этом году, думаю, что до 2022 года я его буду запускать. Это отдельная программа. Только буду обучать инвестиции. Но на практике. На практике. Будем показывать, как, что, чего, как выбор проекта, как делать. Бизнесменам стать другое, инвесторам стать другое. Это разные стратегии, разные пути, разные решения, разные выборы, разные подходы. Очень важно это понять и уметь делать. Если смешиваешься, кошмар начинается. Поэтому очень тяжело, очень трудно будет, если смешиваешься. И клуб миллионеров. Правда, я его запустили еще два года назад. Пандемия началась, мы его активно еще не ведем. В этом году Аллах даст уже максимально буду все это вести по полной программе. Так что вам надо стараться куда-то нибудь попасть. Кто понял? Да, старайтесь куда-то попасть, потому что это очень круто работает. Или хотя бы в клуб само надо попасть. Клуб само, то есть получается, что если вы участник нашей мастер-класса или вы участник вот этих, вы можете попасть на клуб само. Например, здесь мы не берем на клуб само. Почему? Потому что мы здесь берем другой категории людей в клуб само. Она там недорога, ежемесячная, это членство, там совсем недорого. Но есть среда, с которыми вы можете расти, развиваться и так далее. Я готов ответить на несколько вопросов. Асаламу алейкум. Ага. Саймур Атага. Вопрос такой. Человек хочет постоянно меняться, менять мышление свое, но самую важную роль играет окружение, как вы говорили. Среда. Если свое окружение, первое, самое важное окружение, это семья, жена, то есть родители, не хотят меня, меняться, не менялся, чтобы ты. Как делать в этом случае? Как я? Уезжай в другую страну. Я так делал. Получается, оставить семью и уехать в другую страну. На время, да? На время. Или жену возьми с собой и все. А если не хочет? Что значит не хочет? Захочет, не переживай. Тебе надо принимать решение либо оставаться таким или либо что-то достигать. Возьми жену. Она с тобой здесь на этом форуме? Нет. Она не знает, что я здесь. А вот видишь, проблема у тебя то, что ты ее с собой не возишь. Посмотри на эти спикеры. Иди сюда. Иди ко мне. Прямо иди ко мне. Иди прямо сюда. И бери пример. Посмотри, вот он с женой. Видишь? А посмотри, это моя жена. А видишь? Вот это видишь с женой? А Сергей, а видишь с женой? Уважаемые наши годовики, пожалуйста, встаньте с места, кому из вас или кто из вас хоть разу слышал от меня, что с женой ходи учись. Встаньте, пожалуйста. Видишь? Хоть разу от меня слышали все, да? Я так говорил? Я всегда говорю так. Спасибо вам. И знаешь, очень многие наши ученики с женами ходят к нам на годовой. Теперь встаньте, те, кто с женами учился у меня. Встаньте, пожалуйста. А ты видел? Посмотри внимательно. Они за себя платят 10 тысяч долларов, за жену платят еще. И учатся. Знаешь почему? Спасибо. Потому что я им всем говорил, если жену не учите, ваших детей будут другие. И вы однажды поймете, что у вас бизнеса есть, но дети не такие, как вы мечтали. А почему? Потому что 24 часа с детьми находится вместе только ваша жена. Не вы. Так что возьми жену с собой, ходи на этих тренингах. Ловил? Она тебе начнет понимать по чуть-чуть. Сначала не поймет. Потом через 2, 3, 4, 5 раз поймет. Я расскажу, выйди пример. Парень из Илхом Джо из Бегабада. Он, когда первый пришел к нам на учебу, настоящий парень, который в селе, в этот, к шлаке вырос, у него никакой бизнес-мышления не было, и ему было очень тяжело. Жена не понимала вообще на русском. Она не понимала. Он, оказывается, с женой приехал на это мини-мастер-класс. Оказывается, вы представляете, этот парень работал на зарплату 200 долларов. 200 долларов зарплаты работал. Жена тоже похожа на это. Они оба завода работали. В Бегабадском заводе. Оказывается, жена накопила 3 тысячи долларов, чтобы купить машину. Она накопила, наверное, эти деньги 4-5 лет, потому что 200 долларов зарплаты накопить нелегко. И он, оказывается, жену уговорил, по полтора тысяч долларов на два человека они платили, пришли на мини-мастер-класс. Пять дней мини-мастер-класс, жена же не понимает на русском. И он откуда по интернету слышал, что я говорю, женой учитесь, он жену взял с собой, вдвоем приехали. Деньги-то жена накопила. И каждый вечер она капает на его мозги. Зря приехали. Все что ли? Все что ли? Просто немножко поболтали. Все что ли? Она каждый вечер капает на его мозги. Последний день, когда они заканчивают консультацию, они уходят, и он думает, наверное, да, наверное, нас лоханули, мы потеряли деньги, зря вообще пришли, и денег нет, кинули. Он сам рассказал, весь зал от смеха чуть не упал. Кто из вас слышал его рассказ, когда он сам рассказывал? Вот, видишь, эти люди были. Он так сам рассказал. Я же тоже не знал бы, если он не сказал. Он всем сказал, я тоже слышал. Но потом, через 2 месяца, он зарабатывал 44 тысяч долларов. Жена смотрит, говорит, о, работает. Классно. А потом он посвящал, потом он посвящал несколько моих курсов, несколько моих тренингов, и потом на годовые, потом дважды годовые, потом на индивидуальные, и так далее, и так далее. И у него оборот был в прошлом году больше 2 миллиона долларов. А в этом году чистая прибыль заработала 600 тысяч долларов. Хороший результат? Очень хороший результат. Так что, жену с собой, и она говорит, куда пойдем? Скажи, путевка в рай, пошли. И просто та же. На свадьбе же она идет. Теперь дай мне микрофон, спасибо. Один вопрос. Чего? Как я говорю, уже 10 лет. 10 лет, да. Надо занимать бизнес с женой. Ну, правильно. Жену, не трогай создать, жена должна учиться, чтобы воспитать детей. Тебе не надо женой бизнесом заниматься. Она должна понять тебя. Теперь садись. тебе надо, чтобы она понимала, что ты делаешь, вдохновила, поддерживала и так далее. Это очень-очень важный вещь. Эй, ребята, обучайте своих жен, иначе у вас появится другая семья. Можно легко потерять своих детей, очень легко. А потом вернуть их нормальной жизни, это очень дорого, очень тяжело. Я видел людей, которые, они постоянно работали, у них время не хватало воспитать хороших детей. А потом, заработанные деньги, они все потратили на этих детей, потому что они выросли не теми просто. Выросли не теми. Так что, зачем иметь деньги, если потом дети будут не те дети. Поэтому вот такое. Спасибо вам. Спасибо. Большое вам спасибо.